Музыка Спустя три месяца я пришла в кабинет здоровья, чтобы сделать повторное исследование состава своего тела и узнать, каких изменений я добилась, поменяв свой рацион и образ жизни. Калёна к нам пришла на повторное обследование. Мы сейчас сделаем с ней всё то же самое, что делали в первый раз. Биоимпедансное обследование состава тела для того, чтобы оценить, насколько она хорошо поработала, насколько она хорошо занималась и какие у неё есть изменения в составе тела. В одной из программ я посетила Центр здоровья при поликлинике Рязанской областной клинической больницы. С недавних пор здесь проводят уникальное спортивное медицинское обследование, которое называется «Биоимпедансный анализ состава тела». Биоимпеданс – это уникальное исследование, которое позволяет в короткий срок, за какие-то буквально две минуты, вычислить состав тела человека. То есть разложить его буквально по частям, отдельно, на различные составляющие. Вычислить жировую массу, что особенно актуально в наше время, как в килограммах, так и в процентах. Вычислить безжировую массу человека, количество мышечной массы, особенно это актуально для спортсменов и для людей, ведущих активный образ жизни. Также определить количество жидкости в организме человека. Ну и сделать какие-то суждения об уровне метаболизма. Определённые показатели, которые меня не устроили, было решено исправлять с помощью спортивных занятий. При каждой нагрузке организм должен претерпевать небольшой стресс. Тогда эти резервные клетки, которые в спящем состоянии находятся, мобилизуются, обменный процесс улучшается, человек худеет эффективнее, набирает мышечную массу, подтягивается. Потом он восстанавливается, и, естественно, процесс начинается снова. То есть программу нужно периодически менять. Даже те же кардиотренировки, они должны быть постоянно то такое, то такое. Чем разнообразнее тренировки, тем эффект больше. И, конечно же, питание. А вообще, вот расскажи, как думаешь, можно ли себе давать слабинку или нужно осознать строгую, жесточайшую диету? Конечно же, слабинку иногда можно давать, и грешить нужно тоже с умом. А жёстких ограничений не должно быть. У человека должно быть разнообразное питание, он должен получать всё в достаточном количестве. Единственное, что прежде чем что-то купить, конечно же, читайте упаковку, читайте состав продукта. Дату изготовления, срок годности, обращайте на это внимание, и тогда всё у нас будет замечательно, прекрасно. Такое исследование наиболее популярно среди профессиональных спортсменов, но теперь в абсолютно бесплатном формате, доступно для рязанцев. Биоэпидансный анализ активно используется в диетологии. Он позволяет наиболее индивидуально, персонально для конкретного пациента подобрать программы питания, оценить динамику и вовремя внести коррекцию в рацион и двигательную активность. Содержание жира в организме у Алены 15,8 килограмм. Всего лишь? Да, в тебе 15,8. Твоя верхняя граница – это 16,8. То есть ещё один килограмм. То есть ещё один килограмм, и ты уже превышаешь свою норму. Итак, спустя три месяца я вновь прошла несложную и не требующую специальной подготовки процедуру, которая показывает важные показатели состава тела, сколько мышечной, жировой и костной массы содержит организм. Мне очень приятно констатировать тот факт, что мы добились тех результатов, о которых мы мечтали. Всё у нас получилось, всё сбылось. Значит, по результатам твоего повторного обследования получается, что ты уменьшила свою жировую массу в килограммах на один килограмм, изменилась. У нас были показатели, можно я сравню с тем, что было. Жировая масса была 15,7 килограмм, сейчас 14,1. То есть ты её потеряла. Вместе с тем ты увеличила долю своей скелетно-мышечной массы. Подводя итоги с абсолютной уверенностью, можно сказать, что самые простые и известные каждому правила здоровья. Правильное питание и активный образ жизни работают на все 100. У нас был самый важный показатель, который нам не нравился, который мы хотели изменить, это процент жира. Он у нас был 28, пограничный для данного пациента. Поэтому мы стремились прийти к своей идеальной норме. В общем-то, этого мы и добили. Сейчас процент у нас получился 25. Это абсолютная норма. То есть мы на 3% уменьшили количество жировой массы. Никаких строгих диет или специальных программ для того, чтобы убрать лишнюю жировую массу, соблюдать не пришлось. Стоило лишь разлюбить булочки и пирожные. И не лениться заниматься спортом всего 3 раза в неделю. И результат долго себя ждать не заставил. В Рязанском государственном медицинском университете работает симуляционно-аттестационный центр. Он оборудован реалистичными тренажерами для отработки профессиональных навыков. Здесь, на этих роботах, будущие врачи учатся делать уколы, осуществлять уход за больными, оказывать неотложную и реанимационную помощь, которой, кстати, может обучиться любой человек, желающий получить такие навыки. В отделении есть томатологический симулятор, а также УЗИ-тренажер, на котором обучаются также и опытные врачи, для того, чтобы исследовать редкие патологические показатели. Это моделирует минимальные навыки владения инструментами. Ситуации, конечно, этого недостаточно для того, чтобы полностью свободно чувствовать себя в операционной оперировать, но, тем не менее, это хорошая база. Я рассматриваю работу, которую выполнил один замечательный мальчик. Сегодня я хочу вас с ним познакомить, потому что, кроме рисования, у него еще масса талантов и способностей. Чем меньше груз, это не значит, что тяжелый груз может перевесить. Ну, конечно, у меня тут затруднения. У молодого человека уже непростые интересы. Из уроков он предпочитает физику и математику, а в свободное время любит рисовать. Причем, из всего прочего, особое место в его произведениях занимают здания, крепости и церкви. Мне так кажется, что некоторые художники, у каждого есть вдохновение, а у кого-то нету. Кто-то может срисовать. Или есть такая способность, что у кого-то он... Как вам объяснить? Поэзия. Короче говоря, что у него что-нибудь мелькнет в голове, и у него как бы все. Задача нарисовать такой-то рисунок. Ну, он вообще попадает незаметно, мне так кажется. Большинство я вообще люблю срисовывать. Вот на такую свободную тему, чтобы сам нарисовал какой-либо рисунок. Ну, для меня это задача сложная. Казалось бы, что верный путь – учиться и дальше точным наукам, и становиться архитектором. Но нет, Данила будет поваром. Готовить большинство люблю всякие вот эти супы, то же самое, как бы, второе – это то же самое, там, плов, салаты, всякие разные соусы. И ты умеешь это готовить? Да. Не отстает мальчик и в спортивных достижениях. В полку спортивных наград в библиотеке детского дома украшает золотая бутса, которую Данила завоевал на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Это библиотека, в которой много достижений стоит. Много разных кубков завоеванных. Но еще до моего приезда тут было их, ну, как вам сказать, маловато, но сейчас уже становится все больше. Как я вам и говорил, вот, за открытие турнира «Золотая бутса», я, честно, вообще не ожидал, что меня поздравят, что, как бы, мне вручат это. И, как бы, у меня заранее такая, как вам сказать, типа сна, что во сне мне снится то, что у меня будет, может быть, в будущем. И у меня это в будущем как-то проявляется. Я не знаю, это магия, что ли. Вот. Ну, конечно, я там без атакующих, конечно, бы не справился, если не их нехорошие пасы. Я бы не смог бы завевать такую золотую бутсу. Несмотря на юный возраст, молодой человек обладает способностью рассуждать совсем как взрослый, давать событиям объективную оценку, а еще у Данилы замечательное чувство юмора. А почему у тебя нравится бы эти переходный возраст? С ребятами очень быстро, и даже в новой компании находят быстро очень общий язык. Со взрослыми тоже. То есть коммуникабельный очень. Молодой человек у нас странен. Вежливый в общении. Ну, бывают, конечно, иногда вспышки какие-то. Но это очень такие маленькие, незначительные. И самое главное, что он все осознает. Это ему так неприятно, что он вот так как-то нехорошо себя повел. Приходит. Ой, какой же я. Как я плохо поступил. Очень самокритично относится к таким ситуациям. В людях вообще я оценю только то, что, ну, в спортивной форме. Внешние данные. Да. Чтобы были в спортивной форме. Да, и снаружи были добренькие. Хотя бы чуть-чуть. На вопрос, о чем он мечтает, Данила не ответил. Но зато проговорился, что в следующем году он пойдет в восьмой класс. А это значит, что он, наконец, сможет быть старшим по детскому дому и помогать повару в готовке обедов. Приближается самый загадочный и радостный праздник для всего человечества – Пасха. Издавна символами Пасхи являются куриное яйцо и хлеб. Такое необычное сочетание связано напрямую с воскресением Иисуса Христа. Пасха без яиц невозможна. Их мы дарим друг другу перед светлым праздником и на Пасхальную неделю. Яйца – главное украшение первой скоромной трапезы после долгого поста. Так что они обязательно должны быть на столе. Красивые, блестяще яркие. Одна из легенд, объясняющая, откуда пошла традиция красить яйца, звучит следующим образом. Когда Мария Магдалина принесла радостную весть для императора, он сказал, что поверит в воскресение человека после смерти только если белое куриное яйцо, которое женщина принесла ему в подарок, окрасится в красный цвет. Яйцо действительно окрасилось. И после этого появилась такая замечательная традиция перед Пасхой – красть яйца. Причем цвет имеет значение. Белый является райским и символизирует собой чистоту и духовность. Красный – царственный цвет. Напоминает о любви Божьей к человеческому роду. Желтый, равный как оранжевый и золотой, символизирует богатство и достаток. Голубой цвет – это цвет Пресвятой Девы. Он ассоциируется с добротой, надеждой, любовью к ближнему. Можно окрасить яйца в желтый цвет, приготовив раствор с тремя столовыми ложками куркумы или из апельсиновой цедры, из котлупы грецких орехов. Пасхальное яйцо – символ Пасхи наряду с куличом и творожной Пасхой. Кулич олицетворяет то, как Христос вкушал хлеб с учениками, дабы они уверовали в его воскрешение. Пасхальный кулич является символом постоянного присутствия Господа в мире живых людей. А сладкая Пасха, которую принято делать из творога, символизирует ту сладкую жизнь, которая ждет истинно верующего человека после смерти. Вымойте яйцо, обваляйте в луковой шелухе, заверните в марлю и крепко перевяжите ниткой с двух сторон. Варите его в кастрюле в течение 15 минут. Это традиционный метод окрашивания главного атрибута пасхального праздника. Также можно воспользоваться различными натуральными красителями. Самый, наверное, традиционный способ окраски яиц – это луковая шелуха. Мокрое яйцо нужно обвалять в луковой шелухе. Поместив на яйцо веточку укропа или листик мяты, получается красивый узор. А если в кипящей воде в завершении капнуть раствор зеленки, то яйца приобретут цвет мрамора. В других христианских странах Западной Европы символом Пасхи считается пасхальный кролик. Он олицетворяет процветание, полдородие и изображается на праздничных тарелках, салфетках и занавесках. В виде кролика выпекают также различные сладости. Причем стоит отметить, что настоящий кулич, приготовленный по всем правилам, должен простоять не черствее до самой троицы. В нашем ресторане «Базар» мы предлагаем вам вот такие замечательные куличи, которые мы делаем по правилам. Действительно, они долго не черствеют. Также вы можете заказать у нас сладкую пасху с изюмом. И еще мы делаем вот таких замечательных марципановых зайцев из миндальной муки с кусочками шоколада. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова